Эскадрилья летчиков палубной авиации Северного флота вернулась из Крыма на родной аэродром в Североморск-3. На юге России пилоты отрабатывали посадку и взлет с палубы авианосца при помощи уникального тренажерного комплекса «Нитка» и привезли с собой новый опыт. Денис Прокопенко продолжит. Су-33 идет на посадку. Мгновение и шасси касаются взлетки. Эскадрилья палубной авиации Северного флота вернулась домой. Позади у пилотов несколько месяцев тренировок и Черное море. Впереди палуба, ставшего родным Кузнецова, и снова море. На этот раз суровое Баренцево с совсем другими летными условиями. Ну, Баренцево более суровое. Здесь погода всегда похуже. Черное море, погода всегда практически ПМУ. Здесь облачность низкая, часто заряды сейчас будут в октябре выходить снежные. Что будет накладывать, плюс летчик сначала должен в этих облаках найти корабль, а потом еще и на него и сесть. А Черное море, оно более спокойное, меньше ветер, но птиц очень много. Здесь поменьше в море птиц. На хвостовом оперении истребителя Кирилла Ревякина сокол. Это символ эскадрильи. У Кирилла 400 часов налета. Правда, все посадки проходили на сухопутном аэродроме. Первое приземление на палубу авианосца у летчика впереди. Для него нитка стала действительно новым опытом. Конечно, положительный опыт. Довольно-таки полеты непростые, требуют подготовки, требуют уже определенных навыков, как и также определенных критических знаний. Ну, работали, с задачей справились. Кроме Кирилла Ревякина, в эскадрилье еще несколько новичков, которым не приходилось совершать посадку на авианосец. Тем не менее, после нитки, уверен командир эскадрильи, молодежь покажет себя достойно и на палубе Кузнецова. Ну, нитка не изменилась. Она была в прекрасном состоянии. И личный состав, даже когда относился к вооруженным силам Украины, делал все, чтобы она была исправна в полной боевой готовности. Поэтому сейчас то, что зависело от личного состава нитки, они сделали не на 100, а где-то на 300, наверное, процентов. Перелет из Крыма в Заполярье для пилотов сушек занял 4 часа. Правда, для дозаправки приходилось приземляться на промежуточном аэродроме. С поставленными задачами пилоты справились на отлично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова